Ваш ангел-хранитель имеет для вас важное сообщение, которое может повлиять на ваши будущие решения. Кто-то, возможно, забытый или оставленный в стороне, все еще несет бремя разбитого сердца, сердца, которое вы не видели способным заполнить ваше. Отвержение, которое вы считали лишь отклонением на вашем пути, вызвало эмоциональный шторм в жизни этого человека. Шторм такой интенсивности и разрушительности, что изменил его мир навсегда. Сегодня он борется не только, чтобы идти вперед, но и чтобы выразить лавину чувств, оставленных моментом, когда его любовь не была взаимной. Когда ваш ангел-хранитель говорит о признаниях в любви, он не просто описывает акт смелости, он говорит о одном из наиболее трансформирующих моментов в жизни человека. Представьте на мгновение интенсивность этой ситуации, открывая свои самые глубокие чувства перед другим человеком, это равносильно тому, что выставить свою душу на всеобщее обозрение. Это критический перекресток, где чистейшая подлинность встречает свою наибольшую уязвимость. Здесь надежда и страх переплетаются, создавая водоворот эмоций. Простое признание любви превращается в прыжок эмоциональной веры, где возможность услышать «да» несет с собой освобождение от невообразимого счастья, в то время как страх услышать «нет» угрожает падением в бездну отвержения. Для человека, о котором мы говорим, этот момент был не только перекрестком дорог, это была точка перегиба, оставившая глубокие шрамы. Он приблизился к вам с открытым сердцем, полным надежды и уязвимости, лишь чтобы столкнуться с темнотой отвержения. Это переживание, далекое от забвения, стало призраком, который теперь преследует его, постоянная борьба за выражение и обработку лабиринта оставленных эмоций. Эта эмоциональная ноша не должна быть недооценена. Учитывать эмоциональную стоимость такого откровения – это ключ к пониманию глубины того, через что он проходит. Раскрывать чувство любви – это гораздо больше, чем просто сделать заявление, это акт крайней уязвимости. Признавая свою любовь, он не просто делится чувством, но и раскрывает суть своего бытия, надеясь найти безопасное убежище в вашем внимании. Эта открытость несет в себе страшную двойственность, осязаемое чувство возможной взаимной любви против ужаса разбитого сердца. Это путешествие требует огромной смелости, поскольку человек находится на тонкой грани между осуществлением и эмоциональным разрушением. Решение этого человека открыться, столкнувшись с неизбежной возможностью эмоциональной боли, говорит не только о его интенсивности, но и о чистоте и искренности его чувств. Этот жест говорит о его преданности и о надежде на будущее, которое он питал рядом с вами. Истинное признание любви требует беспрецедентной уязвимости. Это требует от человека снять любые доспехи, отложить игры и уловки, чтобы предстать перед вами в своем наиболее грубом и истинном виде. В этом акте смелости, когда сердце оказывается на виду, есть поиск не только принятия, но и подлинной связи, способной укрепить долгосрочные отношения, основанные на прочной скале взаимного доверия. Однако этот акт храбрости в данном случае не нашел того защищенного порта, которого он ожидал. Отвержение не ограничилось простым «нет», оно отозвалось по всему его существу, вызвав эмоциональное землетрясение, последствия которого до сих пор ощущаются. Он протянул вам руку, приглашая вас познать т. Айный сад его чувств, интимный пейзаж надежд и мечтаний, искренне желая, чтобы вы прогулялись с ним по этому пространству общей уязвимости. Вместо того, чтобы начать новую главу близости и глубокой эмоциональной связи, он оказался перед пропастью, внутренним расколом, который ставит под вопрос саму суть его эмоциональной отдачи. Этот сценарий, хотя и мрачный, отражает фундаментальную правду о человеческой природе и риске, присущем любви и связи. Когда кто-то решается на исповедь любви, он связывает свои самые дорогие мечты и стремления с возможностью взаимной любви. Он представляет себе общее будущее, обогащенное моментами совместного счастья, взаимного роста, совместных открытий, живописное полотно опыта, которое разворачивается на горизонте. Отвержение становится здесь гораздо больше, чем просто «нет», это переживание переводится в разрушение этих мечтаний, в растворение представленного будущего. Это как наблюдать, бессильно, развертывание возможностей, видя, как они ускользают между пальцами, словно песок на ветру. Этот удар затрагивает не только эмоции, это удар по самой душе, вызывая вопросы о сути того, что значит любить и быть уязвимым. Это сообщение вашего ангела-хранителя приходит к вам полное понимание и сочувствие, без следов обвинения или вины. Он признает сложность любви, мощную и часто неконтролируемую силу, формируемую множеством внешних и внутренних факторов, варьирующихся от правильного момента до эмоциональной совместимости и жизненных обстоятельств каждого. Когда вы сталкивались с решением принять или отклонить признание в любви, вы плавали в этом бурном море эмоций и переменных, пытаясь найти лучший путь действий не только для себя, но и для благополучия человека рядом с вами. Важно понимать, что в вопросах сердца свобода выбора является верховной. Каждому человеку должна быть дана автономия выражать свои чувства и принимать решения, отражающие его потребности, желания и, прежде всего, его истину. В этом процессе взаимность становится опорой, любовные отношения должны строиться на взаимном согласии и желании быть вместе. Признавая эту истину, ваш ангел-хранитель стремится напомнить вам, что не в вашей компетенции контролировать или предвидеть эмоциональные реакции других, так же, как и несправедливо нести ответственность за их реакции и на ваше решение. Хотя вы сыграли значительную роль в жизни этого человека и в его текущих эмоциях, важно понимать, что каждый несет ответственность за собственные решения и путь, который они решают пройти. Взять на себя ответственность за эмоции другого человека, особенно в таких тонких ситуациях, не только вызывает трудности, но и является невозможной задачей. Поэтому винить себя за то, что вы не отвечали на его чувства, не принесло бы позитивного вклада в ситуацию ни для вас, ни для него. Тем не менее, даже перед этой реальностью есть место для сострадания и действия. Ваш ангел-хранитель тихо предлагает вам рассмотреть возможность поддержки или жестопонимания. Не в качестве компенсации, а как акт человеческой доброты, признавая влияние, которое наше взаимодействие оказывают друг на друга. Это призыв к тому, чтобы протянуть руку с уважением и с учетом обстоятельств, отражает глубокое понимание сложности человеческих отношений и способности к исцелению, которая заключается в сердце эмпатии. В ситуациях, связанных с делами сердца, практика доброты, эмпатии и открытого общения возникает не только как мост к взаимному пониманию, но и как бальзам, способный смягчить и, в конечном итоге, исцелить эмоциональные раны, которые могут оставить такие взаимодействия. Эти моменты, хотя и полные уязвимости, несут в себе потенциал для значительного личностного роста, как для того, кто предлагает, так и для того, кто получает такие выражения заботой и понимания. Через эти опыты, признания, встречи и, да, даже отклонения, мы раскрываем более глубокие слои своего собственного бытия. Мы учимся тому, что на самом деле ценим, чего мы хотим в партнере и насколько мы готовы идти ради любви и связи. Более того, мы сталкиваемся с сложностями человеческих отношений, тем уникальным переплетением эмоций, ожиданий и реальностей, которые формируют наше взаимодействие друг с другом. В этом контексте, хотя нельзя прямо обвинить кого-то в эмоциях или судьбе другого человека, все равно можно внести позитивный и значимый вклад в его путь исцеления и самопознания. В такие моменты этому человеку больше всего нужно не просто проявление сочувствия, а искренняя эмпатическая связь, искреннее признание глубины его боли и серьезности его опыта. Предложение такой поддержки и понимания не означает взятие. На себя эмоциональной ноше другого человека или попытки исправить ситуацию быстрыми решениями или пустыми словами. Вместо этого это означает быть рядом, предоставляя безопасное пространство для выражения себя без страха суждений или отвержения. Даже кажущиеся малыми жесты, такие как отправка сообщения, чтобы узнать, как человек себя чувствует, могут иметь глубоко позитивное воздействие. Они передают заботу, беспокойство и, прежде всего, признание того, что человек не одинок в своей боли. Сказав это, важно помнить, что открытая и честная коммуникация не может быть недооценена. Это сложная эмоциональная территория, где забота о чувствах другого и ясность ваших собственных намерений становятся критическими. Вы, осознавая его страдания и искренне желая поддержать его в его муках, также должны быть осторожны, чтобы ваша доброта и поддержка не были неправильно поняты. Сердце, которое уже пережило отказ, в своей уязвимости может прочесть в ваших действиях больше, чем вы намерены выразить. Поэтому сохранение ясности ваших намерений не только вопрос уважения, но и акт сострадания, который защищает обоих от дополнительных недоразумений. Эта ясность и честность создают безопасное пространство, где настоящее исцеление начинается, где чувства и границы каждого уважаются и почитаются. Коммуницируя ясно, что ваше предложение поддержки не изменяет характера ваших предыдущих чувств, вы помогаете установить крепкий фундамент, на котором он может начать восстанавливать свою эмоциональную устойчивость без усложнения ложными надеждами. В этот момент неопределенности и эмоционального напряжения важно помнить, что ваш ангел-хранитель всегда рядом с вами, предлагая утешение и направление. Он хочет подчеркнуть мощную правду, независимо от поворотов и виражей, которые может представить жизнь, каждое событие, каждый вызов и каждое решение, с которым вы сталкиваетесь, направляет вас и человека, с которым вы связаны, к тому будущему, которое будет наилучшим для обоих. Даже в самые темные часы, когда вес отказа кажется невыносимым и сердце становится тяжелым, есть свет надежды и обещание того, что все, в конечном итоге, выстроится наилучшим образом. Отказ, хотя и жесток, не является концом пути, это, на самом деле, сложная часть ткани любви и жизни. Этот момент, хотя и отмеченный болью и страданием, несет в себе потенциал быть превращенным в мощный катализатор для исцеления и личностного роста. С правильной поддержкой, будь то понимание друзей, мудрость наставников или постоянное руководство вашего ангела-хранителя, вы можете начать заживление ран, оставленных отказом, и двигаться с новой перспективой и обновленной устойчивостью. Этот процесс исцеления не только о преодолении боли, но и о извлечении ценных уроков из опыта, получении ценных пониманий о себе, своих желаниях и о том, что действительно важно для вас в будущих отношениях. Каждый шаг, который вы делаете, каждая слеза, которую вы проливаете, и каждый момент саморефлексии способствует вашему личностному росту, укрепляя ваш характер и расширяя вашу способность любить и быть любимым более осознанно и зрело в будущем. Поэтому, пока вы справляетесь с этой непростой главой, знайте, что вы не одиноки. Ваш ангел-хранитель рядом с вами на каждом шаге, шепча слова утешения и воодушевления, напоминая вам, что, хотя путь может быть трудным, конечный результат стоит всех усилий. Отказ может превратиться из болезненной главы в мост к чему-то новому и замечательному, ступеньку на лестнице, ведущей к росту, пониманию и, и в конечном итоге, к более глубокой и удовлетворительной любви. Это подарок, скрытый в беде, серебро в облаке тьмы, и именно это знание ваш ангел-хранитель желает, чтобы вы держали крепко, пока вы продвигаетесь вперед, готовые принять то, что будущее приготовило с открытым сердцем и обновленной надеждой. Господи, всемогущий Отец, мы обращаемся к Тебе в это время, несущий в своих руках и сердцах искреннюю и пылкую молитву о нем. В Твоем присутствии мы признаем глубину эмоций, которые он несет в своей душе и крайнюю уязвимость, которую ему пришлось собрать, чтобы выразить истинную любовь, которую он чувствовал. Мы полностью осознаем остроумие боли и пустоту, которую отклонение принесло его душе, опыт, с которым никакое существо не должно сталкиваться в одиночку. Поэтому, Господи, мы умоляем Тебя, бесконечный источник милосердия и исцеления, пролить Твою силу на него в этот столь вызывающий момент. Пусть он почувствует Твою любовь и Твой свет, окружающий его, направляющий его сквозь тьму, чтобы найти мир и спокойствие, которые так нужны. Мы умоляем Тебя, чтобы Ты даровал ему необходимую смелость пройти сквозь этот вихрь эмоций, чтобы в бурю он мог найти путь к спокойствию. Мы также просим о Небесный Отец, чтобы Ты окружил его людьми, которые могут предложить настоящую поддержку, тот утешающий душу комфорт, который могут дать только искреннее понимание и сострадание. Пусть он найдет среди друзей, семьи и всех, кто пересекает его путь, земные ангелы, которые отражают Твою доброту и свет, помогая ему осознать, что, даже в самые одинокие моменты, он окружен любовью. Пусть это путешествие самопознания и исцеления прежде всего будет путем роста. Пусть уроки, извлеченные в долине боли, превратятся в ступени к новым высотам самолюбия, понимания и сочувствия. Пусть он сможет взглянуть назад, однажды, не только как на того, кто пережил бурю, но и как на того, кто, благодаря ей, расцвел. А Господи, пусть Твои благословения ложатся на него, освящая его путь надеждой, любовью и сладким обещанием лучших дней. Пусть он знает, что не идет в одиночестве, потому что Ты, Господь, всегда рядом с Ним, держа Его за руку на каждом шаге пути. С верой и доверием мы вручаем эту молитву Тебе, зная, что Ты всегда предоставишь. Аминь. Позволь своему духу впитать эти слова и почувствовать их глубокое эхо внутри себя. Вселенная желает Тебе всего наилучшего и обеспечит положительный результат, каким бы ни был Твой выбор. Введите, я принимаю свою судьбу и все, что Вселенная готова мне предложить, чтобы принять это сообщение и благословение, содержащееся в нем, для себя. Оставьте положительный комментарий для других зрителей, которым может понадобиться подъем настроения в их день. Вселенная рассматривает это как акт доброты, который питает цикл хорошего кармы. Ты будешь распространять позитивность и получать благословение Вселенной взамен. Давайте поднимать друг друга и создавать волны доброй энергии вместе. Будьте внимательны к следующему важному сообщению, которое ждет вас в следующем видео. Пусть Бог и Вселенная просветят ваши шаги миром, любовью и верой. Аминь.